Девятая Ава Может быть, поэтому в этот день он так хотел быть и не здесь, в этом святом месте, сами камни которого, кажется, замерли, ощущая необыкновенную близость священного. На самом деле нам, современникам интернета и глобализации, довольно трудно по-настоящему ощутить возвышенную горучесть этого скорбного дня. Храма мы не видели, и по большому счету не очень-то себе представляем, что именно потерялись его разрушениями. Но однажды в нашей жизни произошло событие, навсегда связавшее наше поколение с Девятым Ава. Раб Исак Зимбер, простой школьный учитель, ставший духовным наставником целого поколения русскоязычных евреев, человек, жизнь которого вдохновила тысячи людей разных национальностей быть ближе к Богу, умер накануне этого самого траурного дня еврейского календаря. А его похороны состоялись непосредственно 9-го Ава, в день разрушения храма. Он как будто бы даже умер специально именно в этот день, чтобы не отвлекать от Торы тысячи евреев, которые придут на его похороны. Субтитры создавал DimaTorzok